День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжаем утро на Болткоме. В одном шаге мы стоим буквально от июля. Естественно, дрожащей рукой срывая покров с грядущего. Мы пытаемся заглянуть в этот будущий месяц. Дрожащей ногой сделать этот шаг в первое июля. Как будто бы в холодную нашу водичку Юрмальскую вступаем. Вместе с астропсихологом Натальей Бушуровой, конечно же, спасибо большое за ваши постоянные комментарии, ваши прогнозы. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, ну тогда каким будет месяц? То есть, если можно так в общих чертах, и потом уже перейдем к каким-то мелочам, деталям. Месяц обещает быть очень динамичным, очень напористым, очень интенсивные события может принести. Заметные, выделенные, ярко окрашенные, те, которые мы будем долго помнить, и мимо которых просто так не пройдем. Очень хочется надеяться, что это позитивные события, которые мы будем потом вспоминать с улыбкой и радостью, такое приятное послевкусие. Хотя лето обычно воспринимается, ну, боже мой, там время отпусков, чего-то совершенно несерьезного. Да, с одной стороны так, с другой стороны, опять же, тут ведь как мы будем использовать это все? Такое внутреннее напряжение, накал, и жажда деятельности будет сильна. И вот эта жажда деятельности во что-то вовлечься, в чем-то принять участие, в том числе в драке, в каком-то скандале, в каком-то споре, в каком-то конфликте, у нас будет очень интенсивное пожелание. Поэтому, хорошо, если мы это свое такое желание и внутреннюю потребность, вот эту неуспокоенность, тревожность такую внутреннюю, направим в мирное русло. В спортивные тренировки, в работу на приусадебном участке, копать, сеять, я не знаю, крышу чинить на даче. В общем, как только чувствуем, что вот это внутреннее состояние напряженное и хочется кому-то что-нибудь сказать или сделать, давайте на тренировку, давайте на ролики, на коньки, не знаю, на что вы там хотите и можете, вот лучше в мирное русло. Как в замечательном фильме «Укращение строптивого» сразу топор в руки и во двор рубит дрова. Ну, видите, в том самом фильме у Челентана других вариантов не было, а я надеюсь, что у нас окажется рядом тот человек, с которым мы не только дрова сможем рубить. Поэтому вот это решение подобной ситуации, то есть оказаться вдвоем и дальше уже эту энергию направлять в это мирное русло, тоже очень замечательный вариант. Вот, кстати, об этом мирном русле. Как складываются любовные отношения? Можно ли надеяться, например, одиноким людям найти свою любовь, уже состоявшимся парам? На что обратить внимание в отношениях? До 18 июля планета любви Венера будет находиться в знаке близнецов. Там она по-прежнему легкая, непринужденная и говорит о том, что надо больше общаться, разговаривать друг с другом, но не с целью вынести мозг и распилить в разных направлениях друг друга, а именно о приятном, о легком, о веселом, шутить, не знаю, там, общность интересов. То есть это прекрасный период, если человек одинок, и он действительно заинтересован в том, чтобы с кем-то познакомиться, это отличный период для знакомств, для свиданий, для флирта, для кокетства. Только вот без вот этого вот, там, а какие у тебя намерения, а что у тебя есть, и вот не надо утяжелять. То есть вы призываете их, да, к каким-то вот легковесным отношениям, без обязательств. Я призываю, чтобы мы не выносили друг другу мозг на любом этапе взаимоотношений. Вот это я к этому призываю. Замечательные золотые слова. Найти любовь одиноким, вот предоставится шанс или нет? Что говорят планеты? Да, конечно, конечно. Если они не будут утяжелять ни себя, ни отношения вообще как таковые, ни своего оппонента. Если сразу на первом свидании не начнут, там, с каких-то идиотских, простите, пожалуйста, за слово, вопросов на тему, что у тебя есть. Далее с 18-го числа планета любви у нас переходит в знак рака. И это говорит о том, что здесь есть шанс построить очень близкие доверительные отношения, которые будут основываться на той самой близости эмоциональной. То есть здесь у каждого из нас появится в большей степени такой интерес или потребность к тому, чтобы вот уже как-то где-то уединиться. Стать ближе, теплее, роднее и начать вить гнездо. А пока до 18-го мы имеем полное право и все основания просто флиртовать и кокетничать, и проводить время легко. И что интересно, в районе полнолуния, который у нас состоит с 13-го числа, шанс на неожиданное знакомство, неожиданную встречу, очень приятную и на самом деле перспективную, в значительной степени этот шанс увеличится. Что касается делового разреза, к чему готовиться? Будут ли успешно начинания или продолжения? Или наоборот время отдыхать и расслабиться? Я так вижу и думаю себе и трактую то, что наблюдаю, что в деловом разрезе тоже будет напряженно. То есть это будет период, вообще весь месяц, весь месяц, это будет месяц конкурентной борьбы. Опять же, но здесь вопрос, как мы будем в этой конкурентной борьбе участвовать? То есть или мы, извините, мордобоем будем заниматься, в том числе в бизнесе, либо это конкурентная, честная конкурентная борьба. То есть это прекрасная возможность какие-то выставки устраивать, я не знаю, как они назывались раньше, конкурс смотра и строя и песни. То есть показывать свои лучшие качества, лучшие таланты, в том числе и в бизнесе. По-честному, открыто. Но это не значит, что все будут так делать. Конечно же, надо быть готовыми к тому, что начнутся какие-то подковерные, закулисные игры, что конкуренты будут вести себя очень некорректно. Это будет однозначно. С ума сойти такие тоже. Главное этим конкурентом не оказаться самому, потому что потом наверняка прилетит кармический астрологический бумеранг. Кармический астрологический прилетит. Ох, прилетит. Вообще весь месяц вот в таком настроении, знаете, как вот Ленин некогда говорил, революционная ситуация. Верхи не могут, низы не хотят. Правда, вот, когда мы цитируем вот эту фразу такую расхожую, общеизвестную, мы забываем о том, что потом он еще добавил, но для того, чтобы революция состоялась, вот эти вот революционные массы, они еще должны быть готовы к активным действиям. Вот пока активных действий явно, ну, не достает этим революционно настроенным массам. Наталья, вы сейчас пугаете цитировать Владимира Ильича и его апрельских тезисов. Казалось бы, какая связь? Да, вроде бы месяц июля тезис. Да, я про июльский тезис. Да, июльский тезис. А давайте рассмотрим конкретную деятельность. Вот если, например, взять бревно и потащить, ну, в продолжение Владимира Ильича, далеко ли унесешь в июле бревно? Я пропустила первое слово в вашем вопросе. То есть про бревно я поняла, в какой связи вопрос. Продолжая тему Владимира Ильича, бревно на плечо и понес. Субботник, помните? Субботник, помню, помню субботник. Далеко ли унести бревно? Далеко можно унести бревно. Это то, с чего я начала, поскольку у нас очень много вот этой вот энергии, работоспособности и жажды деятельности. Поэтому не нужна нам... Хорошо, все, уходим от апрельских тезисов. Не нужна нам революция. Нам и так прекрасно. Мы врага бы на рога, но нам очень шкура дорога. Опять же, цитирую уже теперь. Кого там? Чуковского, похоже. Бревна мы можем носить не одно. Переносить очень много. Очень много переделать дел. Очень много переработать работы. Вот если это воспринимать как мирное русло, то производительность очень высокая. Коэффициент полезного действия очень высокий. Как бы нам не надорваться? Что со здоровьем? На что обратить внимание? Правильно, правильно. Как бы нам не надорваться? Потому что вот такая интенсивность событийная, от нее можно и устать, даже если это события праздничные. Но если они каждый день или через день, то можно уж серьезно утомиться к концу месяца. Все верно. По здоровью. По здоровью, особенно первые две декады месяца, то есть это где-то числа до 20-го, главным образом под прицелом у нас желудочно-кишечный тракт и костная система. То есть это все. Это зубы, это позвоночник, руки-ноги бережем. И очень следим за питанием. Это первые две декады месяца. Конец месяца, последняя декада. Там все люди, у которых сердечно-сосудистая деятельность не в идеальном состоянии, очень и очень должны себя беречь. Даже если до этого, слава богу, ни у кого не было никаких проблем, в любом случае не напрягаемся так интенсивно. Следим. Если какое-то есть не очень хорошее самочувствие, если есть какие-то сомнения относительно, что-то может быть это сердце, то лучше поспокойнее себя вести и здесь не перенапрягаться. Но как я и сказала, а внутреннее будет ощущение, что я еще могу, что я еще куда-то могу ввязаться, что-то сделать. Вот тут вы верно абсолютно сказали, главное не надорваться. И вот это не надорваться, особенно интенсивно будет последнюю декаду июля. Когда лучше, если мы говорим про надорваться, не надорваться, выступать с инициативами, начинать какие-то новые дела, в какое время месяца? Как и всегда, здесь растущая фаза Луны. У нас новолуния состоялась вчера, 29 июня. Соответственно, полнолуния у нас 13-го. А вот в период до 13-го, то есть до 12-го включительно, это тот период, когда можно давать запуск чему бы то ни было. Но будем готовы к тому, что нам в течение всего месяца, в том числе и на растущей фазе Луны, нужно будет что-то преодолевать. Очень много вот таких планетарных аспектов, которые будут оказывать нам сопротивление и выстраивать некую полосу препятствий, или полосу, полосу. Препятствия будут нам выстраивать, которые нам нужно будет преодолевать. О чем это говорит? Что нам рекомендуют? Нам здесь намекают на то, что плохо будут работать старые инструменты и старые способы. Что вот если 10 раз или там 3 раза не получалось старыми способами справляться, но уже пора прекращать это делать. Новые, новые, новые ищите, новые способы действия. В этих поисках новых способов действия, как усваивать новую информацию? Будет ли способствовать месяц усвоению информации? Может быть, есть какие-то, ну вот в какое время лучше? Понятно, что сейчас вроде не до учебы, но все равно ведь люди стараются в бизнесе узнавать что-то новое. Нет, ну до 5 июля Меркурий, планета, которая у нас напрямую связана с информацией, находится в знаке близнецов. Он там прекрасно себя чувствует, он там очень подвижный. Поэтому до 5 июля вот узнать, передать, услышать, рассказать, встретиться, обсудить, подписать, купить, продать, все это будет происходить очень быстро, очень интенсивно. С 5 июля Меркурий будет находиться в знаке рака. Здесь уже будет более замедленная история, но мы будем глубже воспринимать любую информацию. Меркурий в близнецах, он более поверхностный. Я услышал, здесь и сейчас переговорил на эту тему и мог забыть тут же. Это вот та ситуация, когда в одно ухо влетело, в другое вылетело. Когда Меркурий войдет в знак рака с 5 числа, мы будем уже эмоционально воспринимать информацию и более долго ее помнить. С 19 июля Меркурий войдет в знак льва. И в своих, всех делах, относящихся к информации, общению, взаимодействию, купли и продажи мы будем очень красноречивы. Иногда преувеличенно. Вот здесь нужно быть осторожным. То есть когда нам будут расписывать, что бы то ни было нам будут расписывать, о чем-то рассказывать, это все может быть в очень преувеличенной, очень пышной форме. И не совсем соответствует действительности. Поэтому лучше перепроверять. Если та кипучая энергия, о которой вы не раз уже говорили, будет направлена не в правильное русло, чем это чревато? Скандалами, столкновениями, разрывами отношений любых союзов, в том числе бизнес-союзов, в том числе браков. Тут еще в течение месяца появятся, как это, могут появиться, я не могу утверждать, что появятся, новые истории, манипуляции, общественным мнением и вообще мнением каждого из нас. Это будут темы, связанные, возможно, с верой, религией, нашими верованиями, мечтами, идеалами, страхами и неопределенностью. Вот за счет этого будут интенсивно воздействовать, могут интенсивно на нас воздействовать. Опять же, почему, объясню, потому что очень активна планета Нептун. И, кстати, по Нептуну также проходят темы, связанные у нас с вирусами, с вирусами и инфекционными заболеваниями. В этой связи я допускаю, что в июле месяце начнет поднимать голову тема, связанная либо с коронавирусом, либо с каким-то очередным вирусом. Ну, а с пообезьян, условно. Да. Ну, цифры короны опять растут, это правда. А вся эта манипулятивная активность, упомянутая вами, с чьей стороны ее можно ожидать? Ну, это родные, близкие, это политики, это руководители на работе, твои непосредственные начальники. Кто? Смотрите, какая ситуация. У нас напряжение идет на оси двух знаков. Козерога и рака. Рак – это, мы можем говорить, например, семья, дом, родственники, народ, родина. Вообще народные массы. Руководители на уровне государства – это могут быть руководители в отдельно взятой компании. Те, которые относятся к людям просто подчиненным, либо просто к народу, к народным массам. Ну и вот это участие Нептуна. То есть за счет чего будет это воздействие друг на друга? Ну, в большей степени, конечно, со стороны руководства, безусловно. За счет вот этих нептунианских тем, которые я чуть раньше определила. С чьей стороны? Со стороны тех, кто сидит у власти и боится эту власть потерять. Почему? Потому что планета власти с конца 20-го года, это Сатурн, находится в знаке Водолея. А Водолей – это территория революции, перемен, бунтов и протестов. Соответственно, вибрации эти все руководители чувствуют, вибрации стула, на котором сидят. В этой связи у них очень высоко волнение, а к польскору у них настолько высоко волнение. На этом волнении они начинают предпринимать более жесткие меры по подавлению возмущения населения. Я так это себе вижу. А вот эти нептунианские волнения, они справедливы для отношения родителей и детей? Но тоже же начальство своеобразным? Да, я тут соглашусь. То есть если мы берем, уходим в сторону от дел государственных и прочих разных, то да, конечно, те, кто в любых взаимоотношениях, те, кто относится к позиции, допустим, руководитель или, как сказать, авторитет, и те, которые находятся в позиции, ну, более, там, не знаю, подчиненных. Ну, везде это есть вертикаль. Да, конфликт отцов и детей, да, конечно. Конечно, конечно, да. То есть отношения с детьми тоже, ну, под прицелом. Не надо тоже на них слишком давить и пугать. А посмотрите, Нептун — это ведь идеалы еще. У нас могут быть очень разные идеалы. У родителя и у детей у современных. И вот эта ситуация конфликта, мы им навязываем свои идеалы, а они у них уже совершенно другие. Вот не нужно этого делать. Здесь, конечно, любая подобная оппозиция, она прежде всего призывает к диалогу, разговаривать, разговаривать чем, как сейчас говорят, ртом. Вот, ну, это трудно сделать, когда столько напряженных аспектов в течение месяца. Но я надеюсь, что у нас у всех хватит ума. Путешествия. Сейчас же время отпусков. Насколько опасные вот какие-то передвижения или наоборот они приветствуются? В какое время месяца? Путешествия, ну, каких-то прям таких... Ну, конечно же, вокруг часто полнолуния, да? То есть стоит быть аккуратнее. Там самые напряженные у нас энергии. К концу месяца у нас последняя декада очень такая напряженная. То есть здесь в большей степени надо беречься в дороге. Вообще в течение всего месяца, как я и сказала, вот эти ситуации препятствий, они могут распространяться равно так же и на путешествия. То есть что это значит в ситуации препятствий? Это могут быть, ну, сбои какие-то в дороге, отмены рейсов, там, замена рейса на рейс. Это может быть, ну, ситуация не так, как мы планировали. То есть там приезд в гостиницу, а нам там другую гостиницу дают. То есть к этому стоит быть морально готовым, чтобы это не выбило нас из колеи, да? То есть вот настраиваться на то, что всё будет абсолютно гладенько, так, как я увидела на картинке, так, как я себе намечтала ещё с декабря месяца, а потом вот, извините, уткнуться в то, что есть какая-то ситуация, которую надо решать, можно и высок риск испортить себе весь отдых. Поэтому давайте будем готовы просто к тому, что будут внештатные ситуации, которые нам нужно будет здесь и сейчас решать, а не решаемы. Просто берём с собой запасной купальник, который выручит в любой ситуации. Да, на всякий случай часть вещей кладём в ручную укладку, потому что чемодан может потеряться. Есть ли какие-то даты, которых стоило бы опасаться, но какие-то такие, ну, условно говоря, вот эти дни особенно опасные? Ой, вот с июлем очень сложная ситуация, потому что он весь такой крутой получается у нас. Ну, давайте, вокруг полнолуния возьмём в любом случае дня два до и дня два после, то есть это, соответственно, 11, 12, 13, 14, 15 июля. И уж простите меня, пожалуйста, но вся последняя декада июля я бы даже вообще с 18-го числа взяла. Ну, то есть вторая половина там месяца, там совсем маленькая окошечка, где будет передых, скажем так, такой островок безопасный. Но не в плане безопасности, что прям всё остальное – это сплошной катаклизм. Нет. Интенсивность событий и ситуаций. То есть смотреть по сторонам, быть внимательным. Ну, потому что на полмесяца в бункер не спрячешь. Это не катаклизмы, это не то, что прям вот всё совсем плохо, просто достаточно конфликтно и напряжённо. Поэтому едем на дачу или куда-то ещё и туда сбрасываем вот эту энергию возмущения. И рубим дрова, и рубим дрова, как уже обсуждалось. У нас остаётся буквально пару минут, Наталья. Недавно был парад планет. Он как-то ещё действует? Позитивно, негативно? Нет, он уже… Как это? Его действие уже ослабло. Но, конечно, параду планет всегда придавали особое значение. И это в древности. Тем самым говорили о том, какие яркие выделенные события соответственно будут происходить в нашей жизни. Но нам с вами хватает ярких выделенных событий. Мы же, видно, наблюдаем это. Поэтому, ну, тут можно, конечно, сказать, вот видите, это потому что парад планет. А это потому что Наталья Бушурова, так сказала, астропсихолог наш замечательный. Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Время, время, да, эфирное вышло. Наталья Бушурова, астропсихолог, была с нами на связи с рассказом о том, чего ожидать. Это Юля. Большое спасибо и удачи вам. Хорошего месяца. День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Полтку.